Азербайджанские СМИ гордо демонстрируют кадры, на которых целый ряд российских депутатов, политиков и журналистов красуются в азербайджанских окопах близ границы Карабаха и дают интервью местным аборигенам у высоты Лили Тепе. Они сказали, что Азербайджан теперь единственный союзник России в регионе, что нужно продавать Бакку столько оружия, сколько нужно, а Карабах – территория Азербайджана. Визит в Азербайджан российских деятелей, среди которых лидер международного евразийского движения Александр Дуген, депутат Госдумы России Дмитрий Савельев, общественный деятель Максим Шевченко и известный военный эксперт Игорь Караченко, а также депутат Госдумы отправящий «Единая Россия» Алексей Язубов, стал апогеем большого лоббистского проекта Бакку в России. Сразу после революции в Армении, когда в Бакку поняли, что все прежние договоренности и победы обнулены, после того, как Никол Пашинян дал понять, что не будет говорить от имени Карабаха, Ильхам Алиев решил задействовать новые технологии, старую добрую взятку. Собрались азербайджанские аксакалы, а также их партнеры и эксперты, которые много лет получают икорную зарплату, и посоветовали Ялиеву сделать умный ход. Надо доказать, что новая Армения – враг России, что революция, американский проект, и а помочь России удержать Армению может только Азербайджан. Это могут сделать российские лоббисты, которые не откажутся от денег. На том и порешили, поехали в Москву искать тех, кто готов продвигать эту умную идею, нашли, заплатили, благо, нефть снова подорожала. И пошли в азербайджанской и российской прессе статьи об антироссийской направленности нового правительства Армении. Статьи поразительно похожи, в них перечисляются новые члены армянского правительства, и их западные дипломы. Кстати, статьи эти не без удовольствия печатает и евразийская пресса Армении, наверное, бесплатно. Дешевый топорный лоббизм, безусловно, адресован нероссийскому руководству, которое общается с армянским без азербайджанских переводчиков. Скорее, Алиеву уже трудно объяснять собственному обществу, как в Армении удалось осуществить бескровную революцию, никого не расстрелять, не посадить, а в Азербайджане власть держит в тюрьме больше сотни политзаключенных. Как бы то ни было, азербайджанские лоббисты в России уже не скрывают лицо за маской. Собственно, и не скрывали, осталось только показать выписку со счета и назвать сумму. Сколько заплатили Максиму Шевченко за то, чтобы он приехал в такую жару в Карабах? С другой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok